Всем привет, я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сегодня мы читаем мою статью 2018 года. Через одну точку можно провести бесконечное количество прямых. Через две только одну прямую, через три тоже одну, но только если очень повезет. Первая точка – взрыв в Архангельске. Парень пришел в местный офис ФСБ и взорвался у входа, погиб. Даже не пытался утащить за собой на тот свет кого-то кроме себя, и это заставляет спорить о тонкой грани между терактом и самоубийством. То есть, когда человек взрывает бомбу, это очевидно теракт, но тогда почему не принято считать терактом самосожжение? Неужели так важен способ, которым человек расстается с жизнью, чтобы что-то доказать? Но тут сам бомбист предсмертной записки в публичном телеграм-чате за четыре минуты до смерти назвал свой поступок терактом. Наверное, это аргумент, и, наверное, правильно использовать ту же терминологию. Вторая точка – это события предыдущих месяцев. Новое величие – сеть. В той же записке архангельский бомбист пишет, что причины для вас вполне ясны, но все равно уточняет, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей. То есть, архангельский взрыв – его автор объясняет активностью ФСБ в экстремистских делах последнего времени, когда пензенские и петербургские антифашисты подробно и убедительно рассказывают о пытках, которым их подвергают в рамках борьбы с организацией сеть. Само существование, которое до сих пор не доказано, а за девушек из нового величия вступались даже те маршматерей, кто принципиально чушь любого, даже потешного экстремизма. Прямую через две точки, через себя и через спорные уголовные дела, которыми занимается ФСБ, архангельский бомбист правил сам, оставив всем остальным выбор, или считать, что чрезмерное государственное насилие влечет за собой ответный террор, или видеть в Архангельском взрыве доказательства оправданности и необходимости даже незаконных антиэкстремистских мер. Видимо, их недостаточно пытают, если они уже даже взрываются в зданиях ФСБ. Оба варианта ответа недоказуемы, и потому, как бы отвратительно это ни было, имеют примерно одинаковое право на существование, и выбирать их можно в равной мере обоснованно, в зависимости от взглядов и пристрастий выбирающего, и больше ни от чего. Это вообще такое фирменное свойство терроризма. С его помощью можно доказывать движение гаек и в сторону закручивания, и в сторону откручивания, кому как нравится. А дальше третья точка. Московский подросток с бомбой, который хотел взорваться на русском марше, и к которому незадолго до своего похода в здание ФСБ звонил архангельский бомбист. Одна строчка в новостях, и архангельский инцидент превращаются в общероссийскую тенденцию, а разовое самоубийство во что-то вроде синих китов, про которых никто точно не понимает, насколько все серьезно или нет, но каждый судит в меру своих представлений о реальности. Прямую через три точки можно провести, если только очень повезет, и значит вопрос здесь, кому повезло. Но тут проще сказать, кому не повезло. Погибшему в архангельске парню и его арестованному московскому знакомому. Всем остальным жаловаться не на что. Силовики любят, когда есть угроза. Когда ее можно предотвращать, проводить ее профилактику, даже преодолевать последствия. Это новые звания, новые возможности, новые деньги, новые полномочия, а вообще много всего такого, ради чего люди служат в центрах Э и управлениях госбезопасности. Внутренняя угроза, причем совсем внутренняя, а не та, за которой нужно ехать в командировку на Кавказ. Нетрудно вообразить, с каким удовольствием калининградские чекисты читали пост. Да какой пост, всего несколько слов местного анархиста в поддержку архангельского взрывника, и потом бежали его задерживать. Калининградский парень, судя по всему, давно так или иначе привлекал внимание силовиков, а тут такой повод, к тому же вообще не требующий никаких трудозатрат. И дело сделано, и пули над головой не свистят. Очевидно, и в других регионах также. Ленты уже полны новостей формата «Краснодарские активисты» рассказали правозащитникам о допросах в связи со взрывом в Архангельске, а то ли еще будет. Не на что жаловаться анархистам, тем более до сих пор остается спорным само их существование в отечественном политическом пространстве. Субкультура и субкультура за власть не борются, по телевизору их не ругают, нет даже имени, которое приходило бы в голову постороннему, если речь вдруг зайдет об анархистах. Теперь же из воздуха материализуется самая серьезная со времен раннего Навального заявка на политическую субъектность, причем заявка открытая и общедоступная, ведь даже нет необходимости строить какую-то специальную организацию. Теперь любой активист в любом регионе может спокойно объявить себя анархистом, и за его спиной встанут тени из пресс-релизов Национального антитеррористического комитета, и его слово станет вполне весомым. И тут уже хорошая новость для политических интриганов с околовластной стороны, как на федеральном, так и на любом региональном уровне. Мы, конечно, увидим и анархистов за Навального, и анархистов за Сидорова, если в какой-нибудь дальней области какой-нибудь Сидоров раздражает губернатора. Самая убедительная страшилка – подростки с бомбами, обречена на то, чтобы жить самостоятельной жизнью. Здесь же безграничное пространство для экспериментов в области того, что у нас называется молодежной политикой. Сколько будет стоить масштабный проект, призванный уберечь молодежь от тлетворного влияния анархистов? На сдачу можно будет создать фиктивную анархистскую организацию, которая пригодится и для новых уголовных дел, и для предотвращения соответствующей моды в молодежных группах риска. А есть ведь и готовые молодежные структуры от юнармии до образовательных центров «Сириус», да не только молодежные, почему бы не считать, скажем, выставки «Россия. Моя история» отличной антиэкстремистской профилактикой. Нужно просто больше денег, и еще на работу в соцсетях, и еще на что-нибудь. В этом смысле творческий потенциал соответствующих социальных групп вполне безграничен. Шесть лет назад Роман Валабуев предсказывал появление русской Ульрики Майнхофф. И вот она выходит из-за занавески, а тут все ее ждут, радуются, приветствуют, отдают честь. Российская политическая реальность способна поглотить и поставить себе на службу вообще какое угодно явление. Если завтра в Москве высадятся инопланетяне, то уже послезавтра в Кремле согласуют план работы с инопланетянами. Предположительно, этот участок отдадут Владиславу Сыркову, что будет символизировать окончание его очередной опалы. А ФСБ присвоит чарь внеочередные звания сотрудникам вновь созданного отдела по делам инопланетян. По-другому у нас не бывает. Это статья 2018 года, ну понятно, там не все угадал, прямо скажем, но интересно. Пишите, что вы об этом думаете, что вы об этом помните. Да, фамилия Желобиски, естественно, я думаю, она заслуживает того, чтобы ее помнить. Пишите в комментариях, я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовало издание Репаблик, теперь же свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, карта любая, подходит российская, а не российская. Ссылка на подписку здесь внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же Ютуб-канале, на Ютуб-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик. Ну и подписывайтесь на мой Ютуб-канал, Ютуб-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Продолжение следует...